МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Ну а вначале коротко о главном. Искали 5 суток. 22-летняя девушка бесследно пропала в Павлодаре. Ни разу не было такого, чтобы вот так она потерялась. У вас возникли проблемы с зачислением в школу или в детский сад? Подписчики Ирбиса в Инстаграм отреагировали на вопрос дня. 36 по Цельсию. Коммунальщики поливают дороги, чтобы охладить асфальт и сбить пыль. Команды региональных СМИ сыграли в футбол в честь профессионального праздника. Спонсор новостей – Аксусский завод феросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков феросплавов в мире. В Щербактенском районе откроется новый фельдшерский пункт. А сегодня жители села Арбайген получают медуслуги в культурном центре, в небольшом приспособленном кабинете. О реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Павлодарской области расскажет моя коллега. В этом году в Павлодарской области запланировано строительство 30 медобъектов. На эти цели предусмотрено 4 миллиарда 600 миллионов тенге. 28 проектов уже прошли госэкспертизу, а по 10 определены подрядчики. Тем временем в регионе усиленно решают вопрос дефицита врачей. Врачи мы привлекаем. В этом году у нас увеличена сумма подъемных пособий до 8,5 миллионов тенге для тех, кто выезжает на работу в село. Также мы предоставляем жилье. Очень много льгот предоставляется. Льготные кредиты под 0,1% для приобретения жилья есть. Есть где выдается служебное жилье. То есть максимально акимы районов нам помогают в привлечении кадров. Благодаря новым амбулаториям будет создано 68 рабочих мест, а 15 тысяч сельчан обеспечат качественной медицинской помощью. К слову, строительство 8 из 30 объектов должны завершить уже к 10 июля. Александра Петрова, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». 22-летнюю повладарку на протяжении пяти суток искали полицейские, родные и волонтеры. А забила тревогу тетя девушки. Уверяет ее племянница, никогда раньше не исчезала. Ольга Квитко живет в Усть-Каменогорске и поддерживает связь с родственницей постоянно. Но сейчас вынуждена приехала в наш город, чтобы попытаться разобраться в этой ситуации. Артем Клеван продолжит. Екатерина Дягилева перестала выходить на связь 22 июня, говорят родные. Девушка работает в клининговой компании. По камерам наблюдения удалось установить, где ее видели в последний раз. Пришла на уборку в один из домов, однако долго там не пробыла. Она оставила на этой квартире, как работодатель этот сказал, свою сумочку, зарядное устройство от телефона. С собой взяла только ключи от трех квартир, как он сказал. Кошелек и телефон. Ушла и все, и нету. То есть обратно она квартиры не убрала, ни одну вообще. Не вернулась на эту квартиру обратно. Ольга Квитко сама воспитывала Екатерину. У сестра женщины скончалась, и она взяла опекунство над девочкой. С 19 лет девушка стала жить самостоятельно в Павлодаре. Родные уехали в Усть-Каменогорск. Но связь никогда не теряли. Женщина уверяет, племянница не могла просто так исчезнуть. Поисками занимались на протяжении пяти суток, но результатов не было. И только сегодня удалось установить местонахождение девушки. По словам Ольги Квитко, мужчина увидел поста пропажи на странице телекомпании «Ирбис» и опознал Екатерину. Видели ее в одном из городских кафе, куда направились полицейские и родные. Артем Клеван, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». В Павлодаре в одной из квартир многоэтажки по улице Гагарина загорелись мебель, вещи и бытовая техника. Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара. Все подробности в обзоре новостей из соцсетей. Спонсор рубрики «Новости из соцсетей» Центр недвижимости «Реал». Центр недвижимости «Реал» – ваш надежный партнер на рынке недвижимости. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. На месте работали 20 человек личного состава и 5 единиц техники службы пожаротушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо пожарным за их труд. Сейчас такая перегрузка на электросети из-за жары. Люди, будьте осторожны и внимательны. Берегите себя. У вас возникли проблемы с зачислением в школу и детский сад? Такой вопрос был задан на странице irbis.tv. Месяц бегаю в сад. Сама дома пробую. То одно, то другое. Уже все документы и справки готовы. А зарегистрировать не могут. В школу зачислили за 5 минут без проблем. Еще из другого участка подали. Через сутки пришел ответ о зачислении. Знакомьтесь, Мухтар. Молодой кобель возрастом 2 года. Помесь с овчаркой ищет заботливую семью. Контактный, дружелюбный. Не трогает даже кошек. Также приучен к выгулу на поводке. Всю ночь он терпит и не ходит в туалет. Ждет утра. Такой парень подходит даже в квартиру. По всем вопросам. Плюс семь семьсот семьдесят шесть восемьсот тридцать один ноль пять восемьдесят девять. Павлодарцы, внимание. Центр недвижимости Реал переехал. Новый адрес улица Лермонтова девяносто три дробь два. После ребрендинга лидер на рынке недвижимости значительно расширил спектр услуг. И теперь все вопросы можно решить в одном месте. Отдел аренды и купли-продажи недвижимости. Оценка имущества. Архитектурно-строительное проектирование. Ввод в эксплуатацию. Оформление земельных участков. Страхование. Здесь же находится консультационный центр. От Басы банк и нотариус. В центре Реал могут решить любой вопрос с недвижимостью. Всех ждут по адресу улица Лермонтова девяносто три дробь два. Телефон 62-60-65. Мужчина, разбудивший пассажира автобуса, оказался побитым в пригороде Павлодара. Доехав до остановки, решил помочь. Слегка прикоснулся к плечу задремавшего. Тот проснулся, и ему это не понравилось. Выйдя на улицу, стал скандалить, а после ударил кулаком в лицо, повалил на землю и принялся пинать пострадавшего. Простить такую благодарность Павлодарец не смог. Уголовное дело в суде рассмотрели по статье «Умышленное причинение средней степени тяжести здоровью» и невыспавшемуся нарушителю назначили год ограничения свободы. Ну а теперь реклама, которая будет недолгой. Затем вернемся в студию, и мы продолжим знакомить вас с материалами корреспондентов нашей телекомпании. А еще впереди новости спорта и специальный информационный блог. Так что дождитесь. Затем вернемся в студию, и мы продолжим «Астана Вижен» — лидер офтальмологии Казахстана. Почему? Потому что применяет самые передовые и инновационные методики лечения, имеет самую широкую сеть клиник и самые значительные объемы хирургии. Высококвалифицированные врачи-офтальмологи знают о глазах все. Проводят диагностику для взрослых и детей, оперативное лечение катаракты и глоукомы, лазерную коррекцию зрения на лучшем оборудовании, амбулаторную хирургию и многое другое. Получить медицинские услуги в клиниках «Астана Вижен» можно по ОСМС. «Астана Вижен» — выбор пациентов, основанный на доверии к профессионалам. Уважаемые пассажиры, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые авиабилеты на «Авиасейлс КЗ». «Авиасейлс КЗ» — поиск дешевых авиабилетов. В минувшие выходные многие казахстанские предприниматели по всей стране не отдыхали, а наоборот работали в усиленном режиме. Потому что 21, 22 и 23 июня в Казахстане снова прошел всенародный праздник выгодных покупок — Каспий-Жума. О том, как это было, расскажет наш корреспондент. Для покупателей праздник выгодных покупок, а для продавцов самый пик продаж. Бренд «Аруа» является дочкой компании «АГФ Групп». «АГФ Групп» — это текстильная самая крупная компания в Казахстане, которая изготавливает текстильные изделия с 2011 года. Вообще «АГФ Групп» изначально создавался для экспорта в Киев. Соответственно, наша компания «АГФ Групп» проходила семиступенчатый контроль качества. Представляете, да, европейский. Что конкретно Каспий-Жума? Участвуем мы уже, наверное, третий конкретно раз. Это очень выгодно, потому что это дает в маленький промежуток времени сделать хороший оборот. А оборот, как любому бизнесмену, он нужен. Высокий оборот, он нужен всегда. Это основа, в принципе, любого бизнеса. Поэтому я считаю, что Каспий-Жума — это инструмент номер один, который вообще, в принципе, сейчас набирает оборот. Особенно радуют предприниматели, что заказы приходят из разных регионов Казахстана. А значит, растут география и объемы продаж. Мы находимся в городе Паводар. Благодаря акции «Каспий-Жума» наши изделия отправляются по всему Казахстану. Благодаря этому расширяется наш рынок. Мы рады, что мы участвуем в этой акции. Также мы благодаря этому радуем своих покупателей. Покупателям удобно, что товар можно заказать у продавца из любого города страны. И его доставят до двери или в ближайший Каспий-Пастамат. У нас магазин корейских товаров. Мы бизнес начинающий. Мы хотим максимально сделать комфортную стоимость для пребывания своим клиентом. Поэтому мы ставим микроволновку, другое оборудование, чтобы клиент мог прийти, сразу разогреть, покушать, чтобы ему было приятно и вкусно. Да. Случилось такое совпадение, что в момент именно открытия я увидел, что действует Каспий-Жума. Это очень удобно, потому что в момент открытия магазина есть очень много расходов. И если есть возможность эти расходы как-то оптимизировать, сократить, то мы им пользуемся. Как раз вот получилось взять микроволновку, рассрочку на 24 месяца. Очень удобно. А учитывая, что товары с аварии не дорожают, это еще и выгодно. Пока с Каспий-Жума я уже покупаю, получается, восьмую, девятую покупку. Я приобрела, сейчас в данный момент забрала сережки. Получается, с 10 до 10 вечера это очень удобно забрать с поста МАТО. Праздник у Рады и службы доставки. Больше заказов, больше доставок. На этом мы зарабатываем. Я потому что разговариваю с водителями, дружу с регионами. Они ждут этот Каспий, потому что Алмата еще много заказов. А где-то в отдаленных городах Казахстана там мало заказов. Когда проходит акция Каспий, очень много заказов. Они очень ее ждут. В эпоху онлайн-продаж многие покупатели приходят в торговый центр, чтобы ощутить атмосферу праздника. И, конечно, в магазине интересно вживую посмотреть и выбрать товар. Я уже во второй магазин сейчас приехал. В первом уже очень много закупились. Как раз таки по Каспий-Жума. Очень хорошо эта акция совпала с моим ремонтом, который сейчас проходит. Сейчас мы приехали в Леруа. Планируем здесь сделать тоже достаточно много покупок на большие суммы. Вот так всенародный праздник выгодных покупок продолжает радовать казахстанцев. Каспий-Жума уже стала настоящим феноменом казахстанской экономики. Она помогает людям делать нужные покупки без нагрузки на семейный бюджет, а бизнесу развиваться и открывать новые рабочие места. Артем Клеван, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Ведущая рубрики Александра Петрова уже в студии. Готова поделиться с нами свежей информацией. Саш, приветствую тебя. Не планируешь в ближайшее время брать ипотеку? Привет, Владимир. Пока нет. Да и в целом казахстанцы стали меньше брать ипотеку. Здравствуйте. По данным аналитиков агентства «Казанформ», ипотека заметно просела. Сумма выдач упала на 14%, а их число на 16%. Так, на 1 июня действующие кредиты на жилье имели 558 тысяч жителей страны. Все вместе они задолжали 6 триллионов тенге. Автокредитование второй месяц подряд тоже идет на спад. К апрелю сумма выдач сократилась на 7%, а число займов на 10%. Чтобы подчеркнуть статус, не обязательно покупать автомобиль. Достаточно хорошо выглядеть. Поэтому не пропустите суперакцию от «Гласман». Скидки на мужские классические костюмы от 30 до 50%. Это отличная возможность приобрести костюм на свадьбу или другое важное событие. А также выгодно одеть школьника к новому учебному году без спешки и переплаты. Приходите по адресу улица Академика Сатпаева, 130, торговый дом «Сити-центр», второй этаж. Бутик работает с 10 утра до 8 вечера. Будьте всегда на стиле вместе с «Гласман». Создать настроение или украсить праздник помогут цветы. В салоне «Комплимент» любая композиция – это сочетание неповторимой нежности и красоты. Опытные флористы помогут собрать идеальный букет на ваш бюджет. Салон «Комплимент» находится по адресу улица Тарайгырова, 109. Покупатели ждут с 9 утра до 9 вечера, а с 7 утра до часу ночи можно заказать доставку. В завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит 467 тенге, евро – 499, рубль 5 тенге, 40 тен. И у меня на этом все. Владимир. Спасибо, а мы продолжаем выпуск. К руководству Павлодара и горожанам обратилась мама ребенка-инвалида. Просит о помощи и поддержке. Каждый день для 12-летнего Данила Шефтнера настоящее испытание. Шанс дают российские врачи, но на лечение необходимо около 4 миллионов тенге. Мама с ребенком живут в съемной квартире. Данилу 12 лет, к постели он прикован с младенчества. Как утверждает Анастасия, мальчик родился здоровым, но все изменилось после плановой прививки. Сейчас женщина собирает деньги, чтобы отвезти сына в российскую клинику. Требуется 3,5 миллиона тенге. Благодаря неравнодушным Павлодарцам уже собрали 600 тысяч. Но прежде чем ехать на диагностику, Данилу нужно набрать вес. Сейчас нужно питание, которое дают при анимациях для таких тяжелых людей, для деток, для взрослых. Эта бутылочка одна стоила в прошлом году 5 тысяч тенге. Сейчас мы смотрели, допустим, если нам заказывать, каждая бутылка 6800. Это специализированное питание, чтобы ребенок мог набрать вес. Номер телефона, чтобы помочь Данилу, вы видите на экране. Его мама не теряет надежду реабилитировать долгожданного ребенка. Александра Петрова, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». По улице Макатаева после ремонта канализации всю грязь из колодцев вывалили прямо возле тротуара, жалуются местные жители. Такие кучи, по словам людей, вдоль всей пешеходной дорожки. Зрители просят коммунальщиков убрать за собой. Это и не только. Сегодня в мобильном приложении давайте смотреть подробности. Спонсор мобильного приложения Павлодарский завод «Эми». Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Павлодарский завод «Ирбис». По улице Макатаева. Люки все отремонтировали, но возле каждого люка, видать, чистили. Вот такие свалки гор остались. И это не одна такая свалка. А разве не должны работники после себя убрать все, что там вышло? Мусор весь. Вот следующая кучка. Вот люк сделали. Вот возле каждого люка вот такая гора мусора. И вот подходим до угла. Шестой люк. А вот целая гора мусора. Оставленные работниками. Улица Майры, 43. Уже неделю не работает около 20 светильников. Просим принять меры. Где те авторские технодзоры, которые принимают вот эти наши дороги? У нас нет в стопах, как в Алма-Ате, Павлодаре. Но вода у нас после очередного дождя она собирается вдоль дороги и в принципе не уходит никуда. Люди не знают, как перейти дорогу вот в этот момент. Кто-то просто плюнет и идут по уши в этой воде. Вот женщина полностью омочила свои сандалии. Это такая музыка звучит в 11 часов вечера с другого берега у шелки. Куда можно обратиться по поводу такой громкой музыки? Это ж специально так музыку поставили громко. Среагируют люди или инсериагируют. Вот Айманова 7. Под корень траву косят. Только трава выросла. Вот смотрите, что творят. Вот кто дает такие распоряжения? Вот смотрите. Вот это что такое вообще безобразие? Скоро весь город будет в пистье. Завод ЭМИ Единственный в Павлодаре, где производят современные котлы длительного горения марки Эльбрус. Их изготавливают на профессиональном автоматизированном оборудовании. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества и прошла сертификацию. Гарантия до 5 лет. Котлы мощностью от 15 до 1000 кВт подходят как для домов, так и для коммерческих помещений. Они пользуются спросом по всему Казахстану. На заводе есть свой конструкторский отдел, где рождаются чертежи будущего изделия. Важный момент. Котлы Эльбрус реализуются без наценок, поэтому они дешевле рыночной стоимости, ведь все поставки напрямую от производителя. Если вам нужен качественный товар, который прослужит долгие годы, обращайтесь на завод ЭМИ. Он находится по адресу Центральная промзона 230. Подробную консультацию вы получите по номеру 8 708 306 17 18 66 0403 или на сайте pzmi.kz Время коммунальной сводки, ее ведущая уже в студии. Алина, приветствую тебя. Ну что, жаркие дни, и воздух прогревается так, что на асфальте можно пожарить яичницу. А еще пыль поднимается от такой жары. Скажи, что можно сделать в такой ситуации и что делается? Привет, Владимир. Сейчас расскажу. Здравствуйте. На официальный инстаграм страницы городского Акимата сообщили, что в связи с погодными условиями по городу ежедневно курсируют 10 спецмашин, которые поливают дороги водой для обеспыливания и увлажнения. А теперь расскажу о том, где в Паладаре не будет света 28 июня. По информации компании Монополиста в пятницу с 9 утра до часу дня без электроэнергии останутся дома по улицам 3, 4, 5, 6, 7 и 8 же Наульская. Причиной станет ремонт воздушных линий электропередач. Также потерпеть без электроэнергии, но уже с 9 утра до 17.00 придется жителям домов на Баян Батыра 9, Ожабай Батыра 7, 9.1, 9.2 и 11. Причиной станет ремонт трансформаторной подстанции. А на этом у меня все. Владимир, передаю слово тебе. Это была коммунальная сводка. С помощью него жители могут сообщать о различных правонарушениях, при этом получать бонусы и тратить их по своему усмотрению. Сколько человек воспользовались случаем узнал наш корреспондент. Всего через приложение «Халык Тумар» в различные госучреждения поступило больше тысячи обращений. Большинство касались отдела жилищно-коммунального хозяйства и полиции. К примеру, недавно разоблачили магазин, который реализовывал алкогольные напитки в неположенное время. Цель данного приложения это вовлечение граждан в профилактику правонарушений. С начала года зарегистрировано более 1900 пользователей, которые, используя данное приложение, разместили различные правонарушения, которые поступают в тот или иной государственный орган. Одна из активных пользователей приложения «Дарья Ертай». Она неравнодушна к состоянию родного города, поэтому не оставляет без внимания любое правонарушение. «Халык Тумар» установила в конце февраля этого года. Мобильное приложение я узнала в Инстаграме. В Инстаграм-аккаунте Ахсу Ермак. Получается, вышло видео, QR-код. Получается, через этот QR-код я отсканировала и зарегистрировалась. Приложение очень легкое, доступное, все на понятном языке. И получается, за каждое обращение даются по 10 баллов. В приложение «Дарья Ертай» отправила 40 обращений. Благодаря этому накопила 2600 баллов. Кроме того, первым самым активным пользователям будут вручены ценные подарки. Азамат Айтхалин, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Заключительный день антинаркотического месячника прошел в Павлодаре. В спортивном мероприятии мог принять участие любой желающий. И стоит отметить, за время акции полицейские провели 65 тематических встреч. Их посетили свыше 30 тысяч человек. Привить молодежи здоровый образ жизни можно только на собственном примере. Кстати, акция, в честь которой сегодня проходит марафон, так и называется. Начни себя, вдохнови других и скажи наркотикам нет. Ну, а мы побежали! Международный день борьбы с наркотиками в Павлодаре отметили широко и с пользой для здоровья. К слову, на набережной и не просто так. Для большего привлечения павлодарцев к антинаркотическому движению. Я с удовольствием приехала с района Теренколь. Сейчас приму участие. Я думаю, что для молодежи нужно показывать пример. Мне 63 года, поэтому я бегаю, бегала и буду бегать. И всех призываю бегать и участвовать во всех мероприятиях. Стартовали бегуны с центральной сцены. Основной маршрут – Естаевский спуск. Расстояние в 2 километра преодолели все от мала до велика. В рамках данных мероприятий сегодня пришли молодежь, жители, гости нашего региона, которые могут принять участие в марафоне. Дальше командам это студенты Павлодарских колледжей. Команда представлена Центром развития молодежных инициатив. Ребята примут участие в тематическом квесте. Для квеста определили 6 команд по 10 студентов каждый. Спасатель, Блеф-клуб, навыки жизни и помоги себе сам станции с заданиями. Кто справится быстрее победители. Бегом! Ребята! Вот она вторая есть. Вставляем быстрее, еще тянем как оттаза хвост. Так, первых в марафоне и выигравших квесте наградили медалями и грамотами от министра МВД Казахстана. Завершил мероприятие музыкальный концерт. Аселя Скорбекова, Герман Сосновцев, телекомпания Ирбис. Теперь новости спорта. Все о самых заметных событиях в нашем коротком обзоре. Вот и подходит к концу история под названием проект «Откровение и я». Четыре сезона, 145 программ. Она одна из первых посетила нашу программу. Это Наталья Протская. Певица, педагог, я не знаю, это просто замечательный человек. Вы помните тот день, когда вас пригласили в программу? Помню. Я очень хотела к вам попасть. Я мечтала. И когда вы позвонили, пригласили, для меня это прям была такая большая честь, такое счастье, что меня позвали на такую передачу. Наталья, какую песню вы исполняли в программе «И я» в 2021 году? Музыка нас связала, тайною нашей стала. Сильные люди, сильные земли. Вон там Павел Владимирович Боренев, главный режиссер, как вы думаете, ему подходит эта песня? Очень подходит. Сильные люди, сильные земли, вам ли не знать, что счастье и горе лишь продолжение огромной степи горных вершин и Каспийского моря. На вопрос, скрываете ли вы свой возраст? Вы сказали «нет». Нет. Так, вы не скрываете свой возраст? Сколько лет вам? 36. Завистникам спасибо вы в этом каткошнике. Огромное. Я не скрываю так много. Всем, кто меня не любит, спасибо, да, вот. Спасибо вам огромное. Кто не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печали и забот. Проект «Откровение» и я в субботу на телеканале Ирбис. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Музыка 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 Какой вкусный пирог. Челлен молодец. Музыка Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка от топителей печек, проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать с организацией на договорной основе. Адрес улица Малая объездная 4 дробь 5. Контактные телефоны 8771-425-70-02 и 8771-475-70-02 Футбольная команда Экибастус в упорной борьбе обыграла оппонентов из Астаны SD Family на домашнем поле. Это матч 12-го тура первой лиги. Однако, несмотря на колоссальное сопротивление столичных спортсменов, дружина из города Горняков одержала уверенную победу 4-2. Очень хорошая игра, очень хорошая, боевая. Понравился соперник своей организованностью, неуступчивостью. Хотя, по такой жаре, конечно, очень трудно что-то играть, но я благодарю свою команду, что вы очень молодцы, вытерпели, какие-то моменты смогли реализовать вовремя, но и привести это все итог положительного результата. Ребята молодцы, у меня просто больше слов нет. По итогам 12-го тура первой лиги футбольный клуб Экибастус расположился на восьмом месте в турнирной таблице с 17 очками. Следующий матч пройдет на выезде. Сыграют с командой Кайра Джастар из Алматы. В преддверии дня работников СМИ прошел турнир по футболу среди журналистов. Вышли на поле и представители телекомпании Ирбис сыграли с коллегами из ЕРТС, ЕРТС Медиа и сборной собственных корреспондентов республиканских изданий. Матчи прошли в один день и были напряженными. Явный лидер на поле обозначен не был. Каждая команда была достойна победы. Тому показатель минимальный разрыв в счете. Журналисты телеканала Иртис к примеру вырвали победу у Ирбиса со счетом 2-1. Стоит отметить команда телекомпании Ирбис чемпион турнира по футболу среди СМИ 2023 года. Новости спорта позади, но мы с вами еще не прощаемся. Прямо сейчас специальный информационный блок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok